Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Слэп, и на этот раз я хотел бы поделиться с вами одной идеей. Думаю, вам всем давно известно, как я люблю лепительские карты по героям 4, особенно несколько упорты, поэтому я предлагаю следующее. Как насчёт того, чтобы дорисовать какую-нибудь карту вместе? Да, ребятки, устроим такой небольшой интерактивчик, будем делать карты по очереди, ну а потом, когда всё станет более-менее готово, я уже пройду получившуюся наркоманию на запись, и зато все увидят, во что же эта карта успела за всё это время превратиться. Ну и идея у нас пускай будет стандартная. Приположу, что какой-то герой отправился в дальнее плавание, разбился, попал на, казалось бы, необитаемый остров, и вот ему надо будет всё-таки что-то там делать. Ну а что именно, какие опасности его там будут поджидать, уже зависит от вас. Ну а теперь давайте нарисуем небольшую заготовочку, и дальше уже будете сами что-нибудь добавлять. А, ещё кое-что забыл. Давайте расскажу основные правила. В общем, карту рисуем постепенно, сразу по многое сегодня добавляем, и как только вы свою уже отрисуете, закидывайте результат на какой-нибудь файл обменника, потому что кидайте ссылочку под комментарии, либо в группе, либо здесь на ютубе, кому как удобно, в принципе. И самое главное, если уж соберётесь писать какие-то сообщения, то соблюдайте хотя бы рамки приличия. Там, скажем, ругать и нацовать, цензурить звёздочками или собаками. Ну хотя бы как-то так, я результат всё равно проверю. Ну мне же потом будет меньше работы, как вы понимаете. Так, ну ладно, правила уже вроде бы все рассказал, теперь давайте приступим на конец. Карту делаем маленькой, для начала нам такого по мне хватит. Подземелье может ещё добавить, мало ли, надо будет нашему герою там к пещеру как будто спускаться ещё. Ну и в общем-то погнали. Основную идею эту карту уже вроде бы рассказал, так же давайте сейчас мы её полностью зальём водой. Сделаем там какой-нибудь отдельный остров, в принципе островов по желанию можно сделать много, можно основной остров как-то расширить, всё зависит только от вас. Так. Здесь тоже вода соответственно. Так, ну заготовочка у нас в виде воды уже есть, остался нам единственный вот этот остров посередине, давай так, что сейчас мы его нарисуем. Как обычно выбираем тут прибрежный песок, где-нибудь вот здесь мы, и нарисуем, пожалуй. Ну в принципе без разницы, можете ему какую-то свою произвольную форму задать. Так, ну и теперь давайте-ка добавим сюда даже нашего главного героя, и назовём-ка мы его, раз эта карта у нас такая будет безумная несколько, назовём мы его как дядя Ваня, и выберем такой даже портрет, несколько поехавшего Тазара. Так, ну и биография. Ну биографию вы ему уже сами напишите, пожалуй. Наш дядя Ваня, он герой особенный, со своей историей, можно сказать. Ну пускай даже будет первого уровня, в принципе не имеет даже значения. Жмём ОК, ставим ему тут какого-нибудь игрока, там скажем, не знаю, Зеленого, например. Где-нибудь добавим здесь его затопленный кораблик ещё разбитый, например, вот такой. Прилифы там, например, ещё. Ну и, в общем-то, как-то вот так вот. Можно ещё пальма несколько влепить. Так, ну и что ж, ребят, вот такая вот у нас будет для начала заготовочка. Дальше уже карту рисуйте сами, как я уже когда-то сказал. Но на этом я пока что с вами попрощаюсь. В общем-то, всем удачи, дальнейшем картостроении. Жду от вас результатов. Присылайте свои результаты другим участникам интерактива. Я каждую версию буду всё-таки проверять. Мне будет достаточно любопытно узнать, во что это всё дело-то превратится. Ну а теперь я с вами прощаюсь и до новых встреч в следующих роликах.